Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео не совсем стандартное. Оно будет состоять из трех условно разных частей, хотя неразрывно связанных друг с другом. Первое, начало и еще одна попытка достучаться до тех, кто пребывает в забвении в данном вопросе по поводу однозначной пагубы для здоровья от различных источников ВЧС, ВЧ-излучения. Это сотовая связь, Wi-Fi, 3, 4, 5G, неважно. И сейчас вы увидите абсолютно точные научные доказательства, каким же образом воздействуют, и поймете, что не только тепловым, все приборы, излучающие те или иные частоты. После этого где-то в середине видео вы увидите видеоотзыв, который оставила мне, специально прислала одна из наших клиенток, которая покупала защиту для сотовых планшетов, там, мониторов, кинескопов, а также покупала антенны, которые защищают от мощных источников ВЧС, ВЧ-излучения, таких как ретрансляторов сотовых вышек и соседских Wi-Fi. Это отзыв из первых уст от женщины, которая сама, по зову своего сердца, пожелала оставить данный комментарий. Ну и, наконец, вы узнаете, каким же образом конкретно те самые уже знакомые для старых моих зрителей приборы-нейтроники, которые представляют из себя такую микроантенну трехслойную в виде голограммы, воздействуют и защищают организм от источников ВЧС, ВЧ-излучения. То есть биофизику, биохимию данного вопроса. Видео будет очень важным и интересным как для старых моих зрителей, так и тем более для новых. И еще, от усвоения данной информации, от ее принятия и дальнейших ваших мер, будет напрямую зависеть и качество, и продолжительность вашей жизни. В каком мире мы сейчас живем? Откройте, наконец-то, глаза. Я надеюсь, что данное видео как раз и поможет вам их открыть, у кого они еще не зрячие. И еще для некоторых ретивых, оставьте при себе свое самомнение, выпендрежь и гордую идиотичную браваду. Да, ну и еще, включим в данное видео пример того, как именно у меня в моем хозяйстве решен вопрос с интернетом, всего лишь от 3G имеющегося у нас. Мы сделали прекрасную проводную безопасную связь. Для работы, в том числе и в интернете, для записи видео, на компьютерах, а не по вредной беспроводной связи. Как? Увидеть. Приятного и внимательного вам просмотра. Электромагнитный смог. Для меня было открытием то, что сотовые работают именно на СВЧ-волнах, то есть сверхвысоких частотах, тех самых, которыми можно запечь в микроволновой печи курочку. И человек, находясь в перекрестном СВЧ-облучении, фактически находится, как и эта курица, в печи. И нашим клеткам нужно совсем немного, чтобы начались необратимые изменения. Здравый смысл говорит, что этот вредный фактор должен строго нормироваться. Есть предельно допустимые нормы, но источников излучения становится все больше с каждым годом. А контроля над этим техногенным апокалипсисом все меньше. Подробно об этом механизме воздействия рассказала начальник биофизического радиобиологического подразделения РФЯЦ в НИЭФ, доктор биологических и кандидат технических наук, профессор Лобкаева Евгения Петровна. В самых разных сочетаниях эта модуляция высокочастотного сигнала воздействует на организм и создает наведенный резонанс. И в каждом отдельном случае является как бы выстрелом то в один, то в другой орган. Эта наведенная частота воздействует на межклеточный обмен, что в итоге сочетаясь с термическим нагревом и приводит к поражению различных органов и тканей. Пораженные ткани становятся потенциальными очагами для развития онкологии. Вот это и пытался донести до населения Онищенко. Как известно, существует четыре разновидности вредных для здоровья человека электромагнитных полей. Радиочастотное излучение, магнитные поля, грязное электричество и электрическое поле. Каждый человек на Земле находится под влиянием электромагнитных излучений. Сколько мы получаем в день? Это не только ваш телефон. Это и другие телефоны, беспроводные сети, умные датчики, мобильные вышки. Все это складывается, как слои в сэндвиче. Научные данные о воздействии беспроводных технологий на здоровье совершенно однозначны. Споры всегда сводятся к определению приемлемого уровня излучения. Вот чем это на самом деле является. Это излучение. Беспроводное излучение влияет на живые организмы. Точка. Я доктор Энджи Колбек. Я рецензировала исследования, демонстрирующие влияние беспроводного излучения на здоровье. Есть тысячи исследований, доказывающих следующие неблагоприятные воздействия излучения беспроводных технологий. Это рак, оксидативные повреждения, повреждения и разрушения ДНК, потеря памяти, головокружение, беспокойство, спутанность сознания, головная боль, кровотечение, когнитивные нарушения, изнеможения. Есть данные о повреждениях ДНК и о кардиомиопатии, что является предвестником сердечной недостаточности. Потеря памяти разной продолжительности, снижение концентрации и реакции, вплоть до непроизвольных спазмов мышц, вызывающих смещение челюстей и позвонков. Рак груди внезапно обнаруживается у женщин, не имеющих генетической предрасположенности, нарушение иммунной функции, изменение уровня протеинов стресса, влияние на репродуктивную функцию. Есть десятки и десятки исследований, без сомнения, доказывающих влияние излучения на сперму. А сейчас послушайте маленькую рекламку. Посмотрите четыре коротеньких видео о новых уникальных приборах для защиты своего здоровья. Еще в 2012 году главный санитарный врач Онищенко выпустил методические указания и рекомендации, которые следует соблюдать, чтобы как-то оградить население от вымирания. Сегодня уже хорошо изучено, что происходит с человеком на определенных уровнях электромагнитного воздействия. Давайте вкратце рассмотрим известную таблицу Минина, утвержденную еще в 1974 году. В левой колонке плотность потока в микроваттах на квадратный сантиметр. 600 микроватт – это болевые ощущения в период облучения. Человека просто поджаривают заживо, отсюда и боль. При облучении в три раза меньше – угнетение окислительно-восстановительных процессов. В таком состоянии человек находится в угасающем состоянии и оно становится все хуже. При 100 артериальное давление скачет, развивается устойчивая гипотония. Даже при 40 ощущается тепло при облучении. Всего лишь при 20 идет стимуляция окислительно-восстановительных процессов ткани, что тоже ни к чему хорошему не приведет. При 10 микроваттах развивается нейроастенический синдром и даже после 15-минутного облучения изменение биоэлектрической активности головного мозга. И вот далее опускаемся – 8, 6, 4, от 3 до 4, от 2. Все это сильно действует на сердце, на нервную систему и на разбалансировку артериального давления. То есть при даже самом незначительном облучении в теле и как следствие психике человека идут деградационные процессы. И без такого тотального поджаривания цивилизация жила еще каких-то 100 лет назад. А еще до этого она пользовалась постоянным током, который вот совсем не фонит в пространстве. Сегодня в мире уже доказана вина электромагнитного излучения возникновения лейкозов у детей, опухолей головного мозга, менингиомы, глиомы. Еще несколько десятков лет назад не было такой массовой онкологии у населения. Ну и что же изменилось? Плохая еда, много сидим, плохо думаем. Да, конечно, но и в 19 и в 20 веке в эпоху индустриализации экология не была так уж идеальна. Можно привести массу доказательств этому. Но сегодня мы неизбежно приходим к факту катастрофического электромагнитного загрязнения планеты. И тут мы даже не заикаемся, что есть технологии программирования ДНК, торсионные и волновая генетика, которая может переноситься этим электронным смогом. А просто говорим о том, что наши клетки тупо поджариваются из-за игнорирования санитарных норм. Ну и вот, ура! К нам пришел новый, более совершенный вид связи – 5G. Прогресс не топчется на месте, цифровые данные нужно с каждым днем передавать все больше и все точнее. Тогда устройства смогут сообщаться не только с вышками в любой точке, но и сами с собой и решать, так сказать, внутренние проблемы и обсчеты, что снимет нагрузку с базовых станций. Говорят, будут автобусы без водителей ездить и станут возможными многие невиданные чудеса техники, немыслимые еще совсем недавно. Давайте посмотрим, как эволюционировала связь за последние годы. 2G использовала от 900 до 1800 МГц. 3G – это уже 2,1 ГГц, 4G – 2,6 ГГц. Надо заметить, что микроволновая печь работает на частоте 2450 МГц, то есть 2,4 ГГц. И мегатрон в открытом состоянии представляет из себя опасное устройство. А в военной модификации – опасные виды оружия. И вот 5G – это частоты СВЧ порядка 4-5 ГГц. Что называется, ставь мощность побольше и уже сверли в дереве дырки. А как же человек будет себя чувствовать в такой высокочастотной среде? Плотность поля станет еще выше, зона покрытия плотнее. Логика подсказывает, что воздействие станет еще жестче, последствия – катастрофичнее. Во Франции уже принят закон, запрещающий школьникам пользоваться гаджетами в школе. Валентина Матвиенко пробивает аналогичный закон в России. Эксперты Совета Федерации осветили проблему и предложили принять закон по защите населения от электромагнитных полей. Ученые стараются убедить чиновников издать нужные людям законы. А пойдут ли законодатели на какие-то конкретные шаги, практика показывает, что это маловероятно. Просто потому, что надо еще разобраться, кто имеет право издавать законы на территории России и могут ли воздействовать чиновники на эти процессы. Итак, выделено три основных волновых воздействия на биообъект. Первое – термическое, хорошо изучено и нормировано. При тепловом воздействии организм приобретает массу разнообразных специфических болезней. Доля от всех болезней от нанесения такого вреда организму – порядка 40-60%. Второе – нетепловое воздействие, возникающее при модуляции несущей частоты. Для простоты понимания это инфразвук, голос, песня, интершум, картинка и прочие цифровые сигналы. Выглядит это так. Этот высокочастотный сигнал, промодулированный низкой частотой, является основной причиной возникновения болезни. Он является ускорителем процесса заболевания. Как и миллионы гаджетов, в России закупается ежегодно более 100 миллионов телефонов, не говоря уже, так сказать, о компьютерах, о телевизорах, о СВЧ-печках, которые наиболее опасны, наверное, из этого набора. Ежегодно закупаемый создает страшный электромагнитный фон. Ученые, исследователи спорят, санпиновцы, во сколько над Москвой он отличается от реликтового. Ну, кто-то говорит, я не буду вас задавать вопрос, кто-то говорит в 100 тысяч раз, кто-то говорит в 200 тысяч раз. Тысяч раз. Не на 100 процентов, не на 200, а в 100 тысяч раз. Что это такое? Это вот все, что человечество накопило, прежде всего СВЧ-печки, военные технологии. А в последние десятилетия, десятилетия как минимум, это вышки, которые стоят и облучают нас каждодневно и каждочасно. Ну, а теперь послушайте запись из города Орска Павловой Галиной Владимировной, которая 22 апреля мне рано утром написала письмо на мою почту со словами «Доброго вам дня, Юрий Андреевич! Я записала небольшое видео, так как не смогла этого не сделать». Ощутила действие антенны сразу же. Получилось непрофессионально, я только учусь этому. Но это лучше, чем молчать. То есть такой крик к душе. Кому-то покажется, что это наиграно. Есть такие люди во всем ищущие подвох, особенно когда касается речь о продаже чего-то. Для разумных людей пояснять нет смысла. Ну, а для неразумных скажу лишь одно, что у меня выходило такое видео «Все понятно, реклама» вот для таких людей. И еще скажу, что не судите о других по себе. Продавать что-то, это не означает, что это что-то не является тем, чем, какими свойствами их наделяют. Вопрос в другом, соответствует ли это заявленному. А вот это уже большой вопрос. И не сама реклама здесь, виновата или не виновата, соответствует или нет, а честность порядочных людей, которые что-то производят и продают. Это крик души данной женщины. Ни о чем, разумеется, мы ни ее, никого бы то ни было не просим никогда, а только сами люди по воле своего сердца оставляют те или иные письма, либо вот видеоотзывы, как в данном случае. Доброго времени суток всем, друзья. Меня зовут Павлова Галина, мне 64 года. Я недавно заказала нейтроники всех трех видов на телефон, на ноутбук и квартиру, которая дает максимальную защиту в радиусе 15 метров. Нейтроники я заказывала на сайте Юрия Андреевича Павлова надгард.ру. Рекомендую этот сайт, потому что я уже вдоль и поперек изучила данные вот этого интернет-магазина и уже не раз заказывала продукцию. Этому источнику стоит доверять на 1000%. Я вот показываю вам мой заказ. Я заказала себе нейтроник двух видов на телефоны, на компьютер и заказала себе антенну. И не только себе, еще и родственникам. Поэтому огромное спасибо Юрию Андреевичу за то, что он занимается продвижением вот таких уникальных, жизненно важных, необходимых нам товаров. На сегодняшний день весь мир опутан башнями, которые называются ретрансляторы, которые непонятно что транслируют. Они просто реально облучают людей и мы находимся как в микроволновке. Я до заказа антенны, вот этой большой за 52 тысячи рублей, ощущения были, знаете, такие, что я ложилась спать и я не спала. У меня весь организм трясло и постоянно я ощущала тремор клеток. Какое, знаете, пробивание электрическим током слабого разряда. Вот это было очень дискомфортно до того момента, как я купила антенну. Как только я распечатала посылку и установила антенну, я совершенно получила другие ощущения. Я хочу сказать, что люди, которые сомневаются, не надо сомневаться, надо дорожить каждым днем, в котором вы проживаете. Надо вовремя начинать заниматься своей защитой, потому что это очень актуально. Хочу сказать, что посылка пришла вот в самом наилучшем виде, вот сама техника сборки посылки. Насколько с душой работают работники интернет-магазина, которые настолько бережно относятся к товару, что, знаете, вот запасовали, замуровали, потому что этот товар, ну, такой он уязвимый, он может где-то отколоться, где-то может, ну, то есть упаковка такая, что требует особого внимания. И поэтому я, когда получила посылку, я была удивлена, насколько с большой ответственностью люди подходят, даже упаковывая вот эти вот необходимые отправления нам. Друзья, доверяйте этому сайту, доверяйте этому человеку. Юрий Андреевич выставляет массу видеороликов, вот просто жизненно необходимых. Посмотрите, зайдите на его канал. Я подписана, я постоянно ставлю лайки и слежу за его новыми публикациями. Этот человек, вот честно, вот от души говорю, этот человек уникальный. Он работает с учеными, хотя он и сам ученый. Он во всех направлениях настолько разбирается глубоко, что его мнение для меня стало наиважнейшим. Спасибо огромное вам, Юрий Андреевич, за то, что вы есть. Люди, защищайте себя, защищайте своих детей, потому что радикально изменить обстановку, которая нам сегодня навязана, каждый человек не в состоянии. Но защитить свое пространство мы просто обязаны. Включайте голову и делайте правильные действия. Благодарю всех. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, дорогие товарищи, разумные люди все и так уже поняли и понимали раньше из моих видео. Но есть и рьяные, и ретивые, есть те, у кого разум и сознание отключаются, когда они слышат о какой-то рекламе. Я вам скажу так, да, это реклама. Но рекламы бывают разные, и это реклама правды, реклама истины. Да, это продажа, но это продажа реальной защиты. Вы еще не поняли и спросите, в чем же она, эта защита? Перед этим я вам вот что скажу. Лучше бы мы это не продавали. Лучше бы этого всего не было. У меня есть на чем и зарабатывать. И это небольшой процент от общего заработка. Дело не в этом. Лучше бы не было этой всей гадости, без которой мы прекрасно жили и можем прожить дальше. Интернет нужен. Ну нужен проводной, и тогда нет вреда. Ну кроме излучения монитора. Но это, конечно, в разы меньше, чем электромагнитные источники, исходящие из различных источников, тем более мощных источников ретрансляторов, вышек сотовой связи, проклятых Wi-Fi. Когда до 30-40 точек можно насчитать в квартирах, где живут люди от соседей, то, что воздействует. Пользуйтесь проводным интернетом. Не тыкайтесь в смартфонах. Должен быть телефон, чтобы позвонить, и все. Я работаю очень много в интернете. Вынужден. У меня бизнес с этим связан. Но я работаю только на компьютере. И у меня есть кнопочный телефон, простой, мобильный, по которому я только могу позвонить, быстро дать какие-то задания, распоряжения, спросить там, выяснить и так далее. Вот для чего нужен телефон. Возвращаюсь к нейтроникам. Что такое нейтроники? Это такие микроантенны трехслойные, которые убирают резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК, от источников вот этих ВЧС-ВЧ излучений. До 600 раз уменьшают это разрушительное воздействие на клетку, на ДНК. Наглядно это выглядит так. Генератор, имитирующий излучение мобильного телефона в 1000 микроватт на сантиметр квадратный. Мы вносим нейтроник в это поле и наблюдаем уменьшение напряженности поля до 2 единиц. Еще раз. Вы наглядно видите эффективность работы нейтроника. Да, скажу вам, конечно, сразу, что нейтроники не защитят от вот этих мощных источников излучения ретрансляторов сотовых выше, которые понатыкали эти сволочи чуть ли не на каждом доме и школе и на каждом шагу. Это, конечно, не защита от этих десятков точек Wi-Fi. На это как раз существует защита. Другая. Это антенна, вот она перед вами на ваших экранах, которую Тюняек со своими коллегами-физиками создал примерно около года назад. Эта антенна в радиусе 14 метров убирает резонанс и разрушительный воздействие уже вот от мощных источников излучения. Как раз сотовых вышек, Wi-Fi и так далее. Зайдите на наш сайт nadgard.ru. В левой колонке есть раздел против излучения нейтроники. Нажмите, попадете в раздел. Посмотрите две модели нейтроников, вот этих наклеек микроантенн. Почитайте, на какие устройства, излучатели, на какие приборы клеится та и другая модель. Посчитайте количество этих приборов, этих устройств у вас в доме, в квартире, у членов семьи. Купите необходимое количество нейтроников, наклейте на эти приборы-излучатели. И вы, по крайней мере, будете защищены от индивидуальных, персональных источников воздействия ВЧС-ВЧ-излучений и электромагнитных полей. Но антенны, у кого, конечно, такая возможность приобрести будет, это, конечно, очень важная защита от мощных источников излучения. И на дом, на квартиру, как правило, одной такой антенны хватает, по крайней мере, 14 метров во все стороны защиты. Вот посчитайте, в длину это, по сути, от центра здания, помещения. Это 28 метров. Расчеты просты и понятны. Кто-то будет, конечно, и теперь протестовать. И то, что продаем, и то, что все это ерунда. 20 лет уже существуют, выпускаются нейтроники. 46 научно-исследовательских институтов полностью доказали работу этих микроантенн-нейтроников. В брошюре, которая будет дана под этим видео, в электронном виде, вы сможете увидеть все исследования и испытания абсолютные, полные, доказательные. Будет много ссылок под этим видео. Теперь пару слов еще по поводу проводной связи. Я сам коренной москвич. С 99-го года я проживал в Подмосковье. В своем доме переехал из Москвы. А уже как 6 лет живу в Псковской области. Там нет даже 4G, там есть 3G. Но мы смогли от нее, от этой связи, сделать и развести в каждый дом строение себе, своим сотрудникам, проводную, качественную интернет-связь. Поэтому, кто говорит, что это все сложно, невозможно, все это глупости. Вот послушайте маленький сюжет из моего другого видео, как это я воплотил в жизнь у себя в хозяйстве в Псковской области. У нас здесь 3G. Несколько лет назад поставили антенну, сейчас ее на алюминиевую большую заменили. Оттуда идет провод в роутер. В роутере отключен, разумеется, проклятый Wi-Fi. Оттуда идет провод в свитч. И свитч идет за 100 метров в другой дом, вот где я сейчас записываю, где тоже свитч, и уже на комнаты распределения провода. У меня 80 мегабит в секунду на прием и 40 на дачу с 3G. При правильно установленном оборудовании все проводной интернет. Компьютер подключен к проводному интернету, как это было всегда. И вреда здесь нет, ну кроме самого излучения монитора. А тут защита есть. Но дело не в этом. Ну что, вы поняли? А в городах, если вы живете, то это слушать противно. Оптика волокна везде и уже за копейки проводят сейчас в городе в любом. У моих детей, кстати, до 16 лет не было телефонов никаких сотовых. И в компьютеры они не играли, никакие игры, даже не знают. Поэтому сейчас уже, например, вот старшая дочь, она в институте. Она использует компьютер, но ноутбук у нее, только по работе. Естественно, только по проводной связи. И тяги, как некоторые говорят, что вот запрещать будет эта чушь собачья. Человек, ребенок формируется как раз в младенчестве и в подростковом возрасте. И когда ребенок уже переходит во взрослое, что называется, состояние, он уже сформировал. И если поганые привычки и зависимости у него не появились до возраста, когда сформирован характер, личность, отношение к миру, то тогда они уже и не возьмут над ним вверх, потому что у него сформировались ценности, интересы. И это неинтересно, он этого не знает и не хочет. Потому что в жизни нужно много чего делать важного, нужного, творческого, созидательного. А тратить жизнь впустую на глупости преступно. И те родители-преступники, которые дают маленьким детям в руки телефоны, компьютеры, играй, мол, не ори, не кричи, дай спокойно нам пожить. Это родители-предатели и преступники по отношению к своим детям и, естественно, к будущим поколениям. Итак, дорогие товарищи, непременно посмотрите. Вот это мое видео, хотя бы последнее по этой теме. Непременно посмотрите. Не поленитесь. Ну, если захотите подробно изучить данную тему, хотите увидеть, услышать все эти доклады и в Совете Федерации, когда эту тему поднимали. И так далее, и так далее. Пожалуйста, включая зарубежные данные. Все под этим видео по ссылочкам будет. Еще раз хочу подчеркнуть. Если вы захотите приобрести средства индивидуальной и коллективной защиты от поражений, последствий поражений, ВЧ и СВЧ-излучений, то средства защиты нейтроники вы можете напрямую купить у нас на нашем сайте надгард.ру. Переходите по ссылкам, которые будут под этим видео. И приобретайте то, что действительно вам жизненно важно, жизненно необходимо. Лучше не купить чего-то другого. Лучше обойтись без чего-то. Но на действительно важное и нужное денег жалить просто нельзя и просто глупо. Да, что касается отзывов, можете почитать вот на нашем сайте надгард.ру в разделе отзывы. Отзывы таких же людей, как и вы, которые оставили те или иные комментарии, когда они это пожелали сделать. Ну а на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Я очень надеюсь, что с этой бедой мы как-то справимся, что мы все-таки не допустим следующий этап развития так называемой цивилизации. То есть электронный концлагерь, электронное рабство мы не допустим. Будем обязательно говорить на эти темы и дальше. Поверьте, что есть люди, которые в этом направлении работают. Но в конечном счете все зависит от большинства, от нас с вами. Не будьте безразличны, следите за данной темой, смотрите мои новые видео. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важные новые выпуски. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...